Всем привет! Сегодня в нашей игровой студии в гостях игра The Club, а также Артём Шорохов, Александр Успинов и Юрий Жоронов. В общем-то, эту саму The Club мы сейчас рассмотрим. И перво-наперво хочется узнать, как вообще получилось, авторы гоночной игры сделали гоночный боевик и как вообще это все работает? Как получилось, наверное, известно только одним Bizarre Creations, но получилось в итоге гоночный боевик, который больше всего напоминает помесь обычных шутеров от третьего лица и какой-нибудь старой доброй галоги. То есть мы бегаем, убиваем людей ради очков, бежим дальше, убиваем еще, получаем очки, заканчиваем уровень, нам подводят счет. Перепроходить, пока не побьете этот рекорд или не останетесь на первой строчке в вашей онлайновой службе. То есть как бы удовольствие сомнительное, если смотреть со стороны. И со стороны смотреть, действительно, перед нами какая-то совершенно ужасная непотребность. Мужик бегает, убивает и непонятно, что творится. Но вот когда ты сам садишься, понимаешь, что от каждого твоего выстрела будет зависеть твой результат и то, насколько ты быстро целишься и бежишь по уровню, действительно хочется постоянно переигрывать. А как пройти уровень-то? Или он там всего один? В принципе, хотелось бы отметить, что по правде в игре несколько режимов. Не только просто бегаем и убиваем, а у нас есть забеги на время, которые, в принципе, мне и, наверное, единственные, которые понравились, ну, наверное, потому что я любитель гонок, все-таки настоящих. Здесь все происходит точно так же, как гонки. У нас есть круг, по которому мы бегаем в этот раз человечком, и нам на пути постоянно мешаются враги с автоматами. Но так как у нас есть тоже автомат, мы их убиваем, зарабатываем дополнительные секунды, которые у нас неумолимо убегают. Главная цель, в принципе, всего этого режима, это успеть добежать до финиша, пока не стечет время. Если стекает время, мы взрываемся. Точно так же есть забеги не круговые, а из точки в точку, фактически, ролийные. В этот раз у нас убывает время, точно так же убегают враги, мы должны добежать из точки в точку, но время за убийство врагов нам не добавляют уже. Есть еще один режим, в котором нам нужно 5 минут просто выжить, но при этом нам не дают уходить дальше размеченной территории, фактически нас запирают в одной комнате, и на нас прут со всех сторон враги. В принципе, на большом уровне сложности это выглядит захватывающе. К слову о уровне сложности, чем выше сложность, тем не только у нас наш герой становится менее бронированным, но и врагов появляется намного больше. И порог очков, который мы должны набрать для каждого ивента, он тоже возрастает. С одной стороны, конечно, увеличивающее количество врагов и уменьшивающее здоровье, это очень большая неприятность, но с другой стороны, это огромнейший стимул настрелять как можно больше хэдшотов и заработать больше заветных очков. Ну а сейчас каверный вопрос. Слушая вас, можно подумать, что игра действительно распрекрасна, инновативна и прям вот вся из себя такая. Тем не менее, мы видим не такую большую оценку и не такой же большой интерес со стороны поклонников обычных шутеров, да и геймеров вообще. Как объяснить, есть какие-то большие недостатки? На самом деле, самый главный недостаток то, что все это действие, творящиеся перед нами, совершенно никак сюжет не материровано. Какие-то непонятные дядьки бегают и убивают каких-то остальных непонятных дядек в рандомных локациях. Это никуда не годится. Нам в самом первом трейлере показывали, что будут какие-то подпольные гладиаторские боя, крупные ставки, ничего подобного мы не видим в релизе. А не понравится это может потому, что мы, наверное, уже неизвестно сколько лет не видели игр, тем более шутеров, которые ведутся на очки и на время. Это просто привет из 80-х. Те, кто в 80-х тратил очень много времени набрать вот те самые 900 миллионов очков и нервов потратив, восполнить за всю жизнь. Те будут очень рады этой игре. Хотелось бы добавить то, что многим может не понравиться, что графическая игра в принципе выглядит довольно неплохо, но все ждали от боевика, построенного только на убийствах, что эти самые убийства будут выглядеть очень красиво, эффектно там, шедеврально. А в клубе мы видим совершенно одинаковую фактически анимацию смерти врагов от попадания в разные части тела, хотя нам объявляют то, что есть хэтшоты, можно в грудь попасть, можно в ногу попасть, но при этом куда бы ты не попал врагу, чаще всего умирает он одинаково, просто плашмя падая там на бок, на спину, на живот. Ну, в общем-то, все это очень не эффектно. Ну, правильно, аркадной игре, аркадную картинку, чтобы все взрывалось, да, чтобы были пиксели, чтобы была кровь заливающая экран. Клуб выглядит очень серо и стандартно. Ладно, ребят, я видел, вы очень много играете именно в мультиплеер, хотя игра заявлялась как синглплеерная, что-то вот вам полюбилось в сражениях именно вдвоем и втроем. Скажите, что именно? Среди прорвы стандартных режимов мультиплеерных нам больше всего запомнился великолепный режим Hunter Hunter, который очень напоминает фильм «Бегущий человек». Все игроки начинают с нейтральным статусом. Первый, кто убил кого-нибудь, тот становится жертвой, за ним начинается охота. Что примечательно, что если охотники начнут друг друга убивать, они за это очки не получат. Очки получают только жертвы и то за то, что остается в живых. То есть в ее интересах бегать бешено по уровню, отстреливаться при необходимости, а лучше где-нибудь просто спрятаться. У охотников при этом есть радары, поэтому жертва не может кемперить где-нибудь в темном угол. Стоп, а охотники, они остаются серыми нищими? Какой у них смысл тогда бегать за жертвой и всячески ее отрежизировать? Да, в принципе, так и есть. Охотники, они серые нищие. Очки получает только жертва. И, в принципе, главная цель – это догнать жертву, убить ее и стать сразу же тоже жертвой. И иногда из-за этого складываются, конечно, комичные ситуации, когда трое, там, двое охотников забегают за жертвой, убивают ее. Один из них становится тут же тоже соответственной жертвой, но при этом очков он не успевает набрать из-за того, что ближайшие охотники его тоже убивают. И в конечном итоге тот, кто остался последний в комнате, становится единственной жертвой, которая, наконец-то, может побегать по карте и получить много очков. И хотелось бы, конечно, тоже здесь заметить, что главное, мне кажется, отличие мультиплеера Клаба от мультиплеера других шутеров, конечно же, в том, что здесь есть кнопка бега. И она даже чуть ли не главнее клавиши выстрела, которые, в принципе, во всех шутерах заветны. Ну так ведь это же только один из всевозможных режимов. В остальных мы не так быстро бегаем, не так долго, не так часто. На самом деле спринт, кнопка бега, это чуть ли не главная фишка игры, потому что есть такой волшебный режим мультиплеера, который, по сути, повторяет синглплеер. Мы должны поддерживать комбо за счет быстрого убийства своих соперников. Подстрелили кого-то, у нас заработали очки, начался обратный отсчет в комбо-линейке. Пока этот отсчет не закончился, подстрелили еще кого-то у нас, нажитель прибавился, и мы ищем следующую жертву, пока нас самих не убьют. Ну что ж, картина более-менее понятная, игра вышла достаточно любопытная, достаточно необычная, но при этом совершенно не пытающаяся понравиться. Что, в общем-то, идет ей в большой минус, снижает оценку и геймерский интерес. Тем не менее, попробовать, наверное, каждому стоит и самому все решить. А от себя добавлю, что у нас есть радостная новость. Компания Совклаб объявила, что эта игра выйдет в России на родном, наверное, с вами русском языке, без всякой задержки. И к тому моменту, когда вы слушаете этот обзор, уже, наверное, лежит на полках магазинов. Саму локализацию мы пока еще не видели, но предлагаем на диске специальный ролик, в котором можно уже оценить качество перевода и озвучки. Продолжение следует...